Друзья, всем привет! С вами Константин Горбунов. И в этом видео я хочу поговорить о такой технологии мобильного трафика, как в Апклике. Итак, почему я заговорил о такой технологии? На самом деле технология не нова, она идет еще аж с 2010 года. И ее пик, наверное, пришелся на 2013 год. По факту это платная подписка, которую вы можете оформить, нажав на какую-то левую ссылку на вашем телефоне. Например, которая может прийти к вам в смс-ке. Сейчас это в 2015 году уже нерентабельно, поэтому так не делают. В 2013 году, в 2012 году очень актуальны были смс-рассылки, и там приходили ссылки на оформление платных подписок. Платная подписка – это списание денег раз в месяц за услуги определенные. На самом деле услуг как таковых там нету, просто предоставление доступа к какому-либо материалу, который зачастую есть в открытом пространстве на нашем любимом Рунете. Но, тем не менее, отключить в Апклике на самом деле довольно-таки сложно. То есть необходимо проводить много-много различных поисков в интернете, различных схем. И обычно одна из десяти этих схем срабатывает на то, чтобы отключить эту проклятую платную подписку. Наверняка у вас даже такое было. И я даже больше скажу, в 2013 году, по-моему, Мегафон или МТС очень активно этим пользовался. То есть они вам подключали различные сервисы, подписки, когда вы, например, брали новую сим-карту. И спустя буквально там 2-3 месяца у вас накапливается каких-то подписок очень много. И вы не следите. Если не следите за своим балансом, прям деньги вот ультекают и утекают и утекают с вашего телефона. Почему разговор в 2016 году зашел о вапкликах? На самом деле сейчас к вапкликам очень хорошо подошли сипеющики. Так как сипеющики в последнее время стали недополучать прибыль со своих любимых товарок, которые сейчас подорожали. И вообще с товаром как-то они стараются завязать. Либо сами везти товар, ну то есть сами на себя работая. Либо второй вариант уходить на что-то другое, на какие-то другие подписки. Например, на различные онлайн-игры, различные онлайн-покер, различные, ну в общем, такие неведомые всякая чепухня, которую люди очень любят. Почитать, посмотреть и поиграть. В общем, все то же самое используется в вап-подписках. Ну а теперь используются наши любимые рассылки, например, в Вайбере, в Лайне, в Инстаграме, в Ватсапе. В общем, открывая все то, что у меня стоит на своем телефоне, то же самое относится, например, к иностранным мессенджерам Лайн, например. То же самое очень много бывает рассылок с вап-подписками. Но благо они обычно не касаются русских, потому что они связаны обычно с симками местного разлива какого-либо. Так почему все-таки я, человек, который занимается контекстной рекламой, так сильно взбудоражен этой новостью? А в 2016 году, если пошел тренд в начале года, то где-то на месяц 3-4 точно у нас будет всплеск активности. И да, мне, в принципе, не так сильно жалко своих родителей, если они вдруг кликнут и заплатят 200-250 рублей. Не знаю, даже если очень много накликают в месяц. Ну да, бывает, ругаться с оператором бесполезно, проще просто отключить эту подписку и не париться. На самом деле, я ратую за другое. То, что, скорее всего, 2016 год станет годом, когда люди начнут опять относиться к интернет-рекламе как к наебалову. И связано это именно с тем, что если у нас пойдет массовая рассылка о том, что подпишись, 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 выглядит это примерно следующим образом. Вот такой вот, например, вы увидите лендос, либо сайт-прокладку, как хотите это можете назвать, где вы нажимаете на кнопку подписаться, и в ней со спокойной душой, если вы переходите, то с вас списывается 20 рублей. Причем, в принципе, нигде это не отображается, потому что вы просто включаете эту подписку. Ну, например, 20 рублей в день может уходить. Раньше это было, по-моему, 5 рублей в день в 2013 году, сейчас это вот 20 рублей в день. Причем на разных операторах, естественно, может быть все это по-разному. Так дополнительно, кроме того, что будет массовая рассылка, не знаю, там всяких фильмов, бесплатных, скачать какие-нибудь файлы, какие-нибудь доступы закрытые, чуть ли не порнушка. Проблема именно в том, что сейчас весь трафик контекстной рекламы, баннерной рекламы, который относительно честный, будем его называть так, он уходит в мобильную рекламу. Сейчас до 60% людей пользуются поиском в Гугле и в Яндексе с помощью мобильных устройств. А это значит, что рано или поздно вам всем, как и мне, придется перейти на мобильную рекламу в каком-либо виде. То есть, если это Гугл, то в Гугле, например, можно отдельно делать какие-то баннеры для мобильников и так далее. Но суть именно в том, что кроме скрикивания, которое нас очень сильно всегда беспокоило, теперь будет еще дополнительно неприязнь к нашим объявлениям за счет вот такого вида вап-рекламы. Я считаю это, конечно, очень печально. А ведь в Яндекс, например, только сейчас заходит с мобильными приложениями, с рекламой мобильных приложений, с рекламой, вообще мобильными объявлениями на рынок, в принципе. И вот такая собака, которую мы подложили, в принципе, в 2016 году, это, конечно, не очень хорошо и неприятно. И, видимо, до середины 2016 года хороший качественного трафика мобильного может вполне... Ну, может такое случиться, что в 2016 году просто мобильный трафик, отчасти, конечно же, перестанет хорошо конвертировать из-за напасти вот этих вот вап-кликеров. Потому что люди просто тупо будут бояться переходить по рекламе, которая, например, висит в РСЯ, на каком-то сайте, на который они зашли, если они вообще зайдут теперь на сайт. Ну, я думаю, что мобильный поиск Яндекса будет все так же работать, люди все так же будут кликать, все будет хорошо. Вот. А более такая плавающая баннерная реклама, она может пострадать. То есть кликов останется только же, потому что у нас всегда скликивание как было, так и осталось. Но теперь именно целевых людей, у которых есть деньги, их может стать на какой-то порядок меньше. Ну, а те, кто хотят заработать прямо здесь сейчас, добро пожаловать в партнерки по вап-кликам и мобильному трафику. Как вы знаете, способов рекламироваться на мобильном их миллион, их больше намного, чем для ПК. И я думаю, что в ближайшее время их станет еще больше за счет тех же самых вап-кликов, появятся еще дополнительно какие-то виды трафика. Вы можете зарегистрироваться в партнерке и спокойной душой лить туда. Насколько хорошо отбивается вап-реклама, вап-клики и вап-реклама в общей своей куче, пока неизвестно. Попробуйте, заодно и отпишитесь в комментариях. На этом все. С вами был Константин Горбунов. Если вам понравилось это видео, как всегда, поставьте лайк или дизлайк, комментируйте. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok